На Земле используются различные ресурсы для производства энергии, такие как уголь, нефть, ядерная энергетика Солнца, ветер и так далее. Для космических спутников Земли используют солнечную энергию, где электричество генерируется фотоэлектрическим эффектом с помощью солнечного света. Но проблема в том, что интенсивность солнечного света уменьшается пропорционально квадрату расстояния от Солнца. Солнечная энергия становится слишком слабой за пределами определенного расстояния от космических аппаратов. Поэтому ученые пришли к выводу, что нужен другой источник энергии для питания космических систем, а именно ядерный. На сегодняшний день в космос уже слетало несколько десятков маленьких ядерных реакторов, встроенных в космические аппараты и спутники. В этом видео мы подробно разберем возможные применения ядерных технологий в космосе и ответим на главный вопрос, зачем агентства НАСА и Роскосмос планируют построить базу на Луне с атомными электростанциями. Размышлять о базах на Луне люди стали еще задолго до появления космической техники. Истории о путешествиях на Луну продумывали еще древние греки, а после Второй мировой войны идеи лунных баз вообще пошли потоком. В 1954 году фантаст Артур Кларк предложил достаточно продуманный проект лунной базы с надувными модулями, ядерным реактором, планктоном, вырабатывающим кислород и электромагнитными пушками для отправки грузов на Землю. В 60-х годах между США и Советским Союзом на фоне гонки военной техники началась гонка космических достижений. За нашей страной был первый полет в космос, облет Луны, доставка первых образцов лунного грунта и первый луноход. Казалось, еще немного и советский космонавт ступит на ее поверхность. Но на Луну высадились американцы. С тех времен идут споры о том, были ли американцы на Луне или это чистой воды постановка. Но пока шли споры, много чего было интересного. Были и инопланетяне, и секретные ракеты типа H1. Между США и Советским Союзом даже началась гонка, кто быстрее построит военную базу на Луне. Космос тогда вообще начали воспринимать как возвышенность, с которой можно швырять атомные бомбы на противника. В 1962 году в США обсуждали проект лунной базы. На плоском участке Луны предлагалось построить базу из 30 модулей. Экипаж базы насчитывал 21 человек, а для энергоснабжения предполагалось использовать атомный реактор. Позже в проекте Уильяма Симса предлагалось строить базу в стене кратера. Трехэтажная база должна была насквозь освещаться окнами наверх. А для защиты от космического излучения многослойные окна хотели залить воду. В 1968 году Роберт Уилсон предложил проект подземной лунной базы широкой научной программы. А в 1971 году появился последний проект американского золотого века. Используя опыт программ Аполлон и Скайлаб, разработали проект лунной базы с модулями из модифицированного Скайлаба. Кто не помнит, Скайлаб – это американская орбитальная станция. Экипаж базы из 12 человек должен был активно заниматься геологической экспедицией и радиоастрономией. Советский Союз тоже не отставал и предлагал свои варианты. Советская лунная программа породила реально разрабатывающийся проект лунной базы. А понимание того, что первыми на Луне будут американцы, добавило этим проектам весомости. Поэтому советские базы выглядели гораздо более серьезными, чем американские. В 1962 году Королев поручил Владимиру Барменук, создателю стартовых сооружений для космических ракет, разработать проект лунной базы. Проект получил название «Долговременная лунная база» и «Барминград». Проект был достаточно детально проработан. На первом этапе район обследовался автоматами, а затем на Луну должен был отправиться лунный поезд с четырьмя космонавтами. Модули поезда были выполнены на луноходных колесах с приводом на каждое колесо. Это позволяло без особых трудов собирать приземляющиеся по одиночке модули, а затем, образовывав своеобразный автопоезд, совершать поездки по окрестностям. Но в 1974 году была закрыта программа ракеты-носителя H-1, и лунную базу стало не на чем вывозить с Земли. С закрытием программы «Аполлон» и советской лунной программы о лунных базах стали мечтать гораздо реже. Работы по проекту военных баз полностью прекратились в середине 70-х, после того, как Соединенные Штаты, Советский Союз и более 60 других стран подписали договор о космосе. Этот договор запрещал всем странам претендовать на Луну, планеты и другие небесные тела, как свои суверенные территории. Он также запрещал размещение ядерного оружия на околоземной орбите или в космическом пространстве, и прямо запрещал создание военных баз, сооружений и укреплений, и даже был запрет на испытания любого типа оружия на небесных телах. С тех пор прошло уже полвека, и сейчас идеи создания баз на Луне встречаются все чаще. Причем планы строительства космических баз стали предлагать крупнейшие космические корпорации. Условия на Луне сверхэкстремальные. Она совершает один оборот вокруг собственной оси за 28 дней. В результате чего на большей ее части, после двух недель непрекращающегося дня, следует такая же долгая ночь. Так как здесь нет существенной атмосферы, которая могла бы перераспределять солнечное тепло, дневная температура может достигать 130 градусов Цельсия, а ночью она иногда опускается до минус 247 градусов. Из этого следует, что для создания какой-либо базы придется решать огромное количество проблем, а для этого необходимо много энергии. В настоящее время основным источником энергии в космосе являются солнечные батареи, которые преобразуют энергию в свет, но использование света в качестве источника питания имеет некоторые недостатки. Солнечные батареи могут засориться и покрыться слоем пыли, как это произошло с многострадальным марсоходом Spirit. На любых космических объектах или планетах, вращающихся вокруг своей оси, происходит смена дня и ночи, что приводит к перерывам в энергоснабжении, и, наконец, на большом удалении от Солнца становится просто невозможно получать достаточное количество энергии. Тогда ученые поняли, что единственное, что может дать стабильное и надежное энергоснабжение – это атомная станция. Поэтому как раз пришло время рассказать о том, что сейчас предлагает Америка и Россия для решения проблем с энергией постоянных баз на Луне. Американское агентство НАСА уже давно имеет планы насчет создания базы на Луне и сейчас представило новые портативные ядерные электростанции для обеспечения энергией. Они будут приводить в действие генераторы кислорода и водорода. Используя энергию этих генераторов, смогут передвигаться управляемые и беспилотные исследовательские луноходы и летательные аппараты. Первая атомная электростанция, которая будет использоваться в качестве источника энергии в колониях на Луне, Марсе и других планетах, выглядит как что-то инопланетное. Эта ядерная технология отличается от знакомых нам наземных ядерных электростанций, которые занимают широкие участки земли и требуют наличия больших построек, таких как охлаждающие башни. Размеры нового реактора составляют всего полметра в высоту и полметра в ширину, примерно как чемодан. Как им удалось добиться таких габаритов, остается загадкой. Ядерным реакторам не требуется солнечный свет, что позволяет производить энергию в больших количествах и без ночных перерывов. Поэтому эта система может функционировать в различных закрытых от света областях, таких как кратеры, глубокие ущелья или пещеры. По первым прикидкам, эта конструкция может работать без какого-либо внешнего вмешательства как минимум 8 лет. Это что придумали в США, но российский проект реально удивил. В то время, когда у многих стран снова появилось желание изучать Луну, российские инженеры решили не только создать базу на Луне, но и заработать на ней. Дочерняя структура Роскосмоса разработала проект лунной базы с небольшой атомной электростанцией. Предполагается, что на этой базе смогут одновременно жить до 50 человек, а место на ней будут сдавать в аренду, чтобы окупить стоимость проекта. Средняя стоимость аренды места площадью 10 квадратных метров с учетом полета Земли и обратно, составляющей не более трех суток, составит от 10 до 30 миллионов долларов. Авторы этого проекта предлагают отправить станцию на Луну в 2028 году на ракете носителей сверхтяжелого класса Енисей. Уже на Луне станция дистанционно заглубится в грунт, после чего на нее доставят людей. Интересное совпадение, что еще в 2007 году японский исследовательский зонд был выведен на орбиту Луны и обнаружил там уран. Тот самый уран, который необходим для работы ядерных установок. Данные были опубликованы японским космическим агентством в 2008 году, после чего начали всерьез говорить о возможной добыче полезных ископаемых на Луне, а также об использовании спутников в качестве перевалочной базы для дальнейшего исследования космоса. Некоторые страны вообще планируют создать базу на Луне только для того, чтобы добывать ресурсы и использовать их на Земле. И это не только про уран. Кроме урана на Луне есть кое-что интереснее. Недавно ученые из одного американского университета исследовали образец лунного грунта под номером 75501 и нашли в нем существенное содержание гелия-3. Это очень интересное вещество, которое является изотопом хорошо известного всем газа гелия, которым во время праздников заправляют воздушные шары. Зачем вы скажете нам еще какой-то гелий-3? Если использовать гелий-3 в термоядерных реакторах, то окажется, что этот материал сделает эту энергоустановку в несколько раз эффективнее, Даже учитывая все расходы на доставку и добычу гелия-3, производство термоядерной энергии с помощью данного сырья будет выгодно, даже если будет работать всего один термоядерный реактор. По подсчетам ученых, запасов на Луне гелия-3 хватит на тысячи лет вперед. Но здесь есть одно но. Несколько корпораций уже изъявили желание строить базу на Луне и добывать там полезные ископаемые, такие как гелий-3. Но кому именно они будут принадлежать? У какой страны будет право заниматься добычей на Луне? Ведь согласно международному договору о космосе, ни одно государство не может иметь власть над иместными телами. Следовательно, статус принадлежности добытых на Луне ресурсов пока не ясен. И вообще непонятно, какие еще полезные ископаемые там можно найти, ведь геологическую разведку никто еще не проводил. Атомные станции будут основными источниками энергии на Луне или любой другой планете, это понятно. Но вот как известно, японцы впереди планеты всей, и их планы насчет Луны полностью противоречат российскому и американскому проекту. Во-первых, японцы не будут строить исследовательскую базу на Луне и отправлять туда людей. Во-вторых, японцы не будут использовать на Луне атомные реакторы, они придумали нечто другое. Они вообще решили использовать Луну как удаленный источник энергии. Крупная японская строительная компания разработала перспективный проект, который может полностью изменить представление человека о возможностях альтернативной энергетики. Она предлагает создать вокруг экватора Луны так называемый энергетический пояс и солнечных панелей, мощность которого позволила бы обеспечить потребность нескольких крупных стран в электричестве. Вы спросите, а каким образом собираются передавать энергию с Луны на Землю? И вот здесь самое интересное. Японцы заявили, что согласно их плану, электроэнергия будет передаваться на Землю через специальные микроволновые или лазерные передатчики. Я покопался в различных источниках и обнаружил, что такие технологии действительно существуют. Беспроводная передача электричества – это вообще тема отдельного видео, потому что методов, как это сделать, очень много. Разработками таких систем занимались и США, и Советский Союз, но именно Япония была лидером в этих разработках. Возможно, поэтому японцы так уверены в своем проекте. По их расчетам, такая лунная электростанция способна ежегодно вырабатывать более 13 тысяч тераватт энергии и передавать их на Землю. Несложно подсчитать, что пояс из солнечных панелей сможет без труда питать электричеством даже целые континенты. К тому же и эффективность солнечных батарей на Луне будет в несколько сотен раз выше за счет того, что атмосфера земного спутника крайне разряжена и в ней нет облаков, которые дают тень в отличие от Земли. Несмотря на смелость этого проекта, главной проблемой для его постройки естественно является высокая стоимость. Достаточно только представить, сколько космических экспедиций необходимо будет организовать на Луну, чтобы установить нужное количество солнечных панелей. Однако японскую компанию это не останавливает. Она намерена продолжить работу над лунным поясом и даже анонсировала предварительную дату начала строительства на 2035 год, то есть через 15 лет. Если подвести итог, то получается вот что. Каждая страна хочет построить базу на Луне для своих личных целей. Кто-то хочет изучать геологию, кто-то добывать ископаемые. Но как мы знаем, куда человек засунет свой нос, там будет полная разруха. Таких примеров полно по всему миру. Может японцы и правы, что не нужно строить базы с атомными станциями, когда можно построить там огромную солнечную электростанцию и получать энергию, не принося никакого вреда самой Луне? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok